всем огромный привет сегодня я на ужин буду готовить веер из кабачка баклажана я буду использовать кабачок баклажан куриная грудка у меня помидоры у меня замороженные почему замороженные помидоры купила в магазине но эти обычные но мне не нравится мои замороженные вкуснее вот поэтому я их взяла можно не брать замороженные то у меня просто полно еще заморозки сыр у меня что мне еще чеснок соль перец майонез и масло подсолнечное у меня все самые самые доступные простые продукты и мне нужно быстренько быстренько приготовить вот такой вот ужин быстрый сейчас сначала я порежу чесночок чесночок не обязательно резать его можно и подавить я его всыпала в тарелочку глубокую сюда же добавлю соль и даже добавлю перчик вы по своему желанию можете добавлять если будете готовить такое блюдо все что вам нравится и маслица это мне будет нужно будет намазывать кабачки и баклажаны этой смесью сейчас все это промешаю и все можно уже резать качки и укладывать на противник так вот я порезала кабачок не дорезаю его и баклажан я предварительно конечно же овощи все помыла листик я тоже сбрызнула маслом чтоб ничего не прилипало так сейчас буду продолжать дальше кабачок вот так вот я нарезала я шкурку ему не чистила так вот смазываем промазываем просаливаем и баклажанчик тоже здесь вот у меня куриная грудка с одной курочки вот так вот я положила этот кабачок веер из баклажана с кабачком сейчас будем и внутрь начинку делать и вот так вот я промазала просто кабачок сейчас будем между ними класть вот кусочки курочки и помидорку с сыром сыр у меня кстати советский но почему-то какой-то соленый так что я сильно соли много не буду добавлять и вот смотрите что у меня получилось если вы хотите точно так же как я побольше положить начинки туда всякой разной то значит вам нужно будет прибегнуть к помощи шпажек или же зубочисток и скрепить это все чтобы это не разваливалась если вы будете поменьше класть то они так разваливаться не будут это все что у меня вот тут вот чесночок остался с маслом я его сейчас конечно сверху выможу сейчас у меня греется духовка на 200 градусов и я сейчас смажу это все майонезом прикрою фольгой и поставлю в духовку минут на 35 девочки уже говорила кто не любит майонез можно сметаной смазывать можно вообще ничем не смазывать так поставить духовку все прикрываю фольгой и вот так вот ставлю на 35 минут в духовку на 200 градусов прошло у меня 40 минут смотрите вот как все протыкается еще не готова я вам скажу это мое блюдо но уже мягкое вот 40 минут только прошло сегодня у меня электроэнергия такая или что бывает такое что духовка как-то медленно выпекает все напряжение не хватает ну и надо сказать конечно же время нужно в общем сейчас мне нужно это все вот 40 минут прошло сейчас я еще поставлю минут на 15 в духовку просто чтоб это все зажарилась сверху еще сыром насыплю засыплю так этот сыр я потерла и засыпаю вот сверху это уже масло масляное по желанию хотите можете не насыпать и так будет все вкусно и все ставлю в духовку и в открытом виде уже не буду закрывать фольгой и запекаю еще 15 10 вот прошло 10 минут и такая вот вкуснятина получилось очень нравится потому что я это готовила мне это обожаю просто вы когда приготовите попробуйте вам тоже очень очень понравится очень вкусно это вот такая вкусняшка уже приготовилась остыла можно уже раскладывать по тарелочкам и ужинать приступать к ужину девочки и мальчики если вам понравилось не забывайте ставить лайки писать комментарии я все готовила очень очень быстро чтобы побыстрее как всегда все приготовить и не заморачиваться долго и хотелось бы конечно повкуснее ну жду ваших комментов и я надеюсь увидимся в следующем видео всем пока пока вот так это выглядит все на тарелочке мало того вкусно но еще и очень красиво никто не откажется от такого блюда даже не стыдно вот принципе на праздничный стол подать ну все пока пока а а а а а а а а а и а и а а а и а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»